добрый день сегодня мы поговорим о событии которое было актуально было сенсацией неделю назад немного по улеглись волнения и мы хотим посмотреть на это немного отвлеченно о чем идет речь итак неделю назад министр здравоохранения израиля яков лицман председатель партии агудат израиль внутри партии и аду татура есть как бы два блока это хасидский блок год от израиль общины израиля и дегеля тура это знамя торы партия литовского иудаизма которую организовал равшах это ученики ешив литовского направления это как бы два блока которые составляют партию и аду татура еврейство торы в кнесте израиля сейчас у них в последнем созыве кнеста у них 6 мест в прошлом было 7 и вот поскольку они находятся в правящей коалиции тора в яков лицман председатель агуды у него было место министр здравоохранения интересно что это был первый министр здравоохранения первый министр в принципе от агуды в правительстве израиля обычно традиционно агуда не берут министерские посты даже если они находятся в коалиции поскольку не хотят быть частью правительства которое принимает решения в тех вопросов которых агуда традиционно не хочет вмешиваться это оборона и иностранные дела то есть вот эти вот и вещи которые на которых нет шелхана руха нет законов тора которые мы знаем как себя вести они хотят отстраниться эта традиция достаточно обоснованно и вот впервые в истории равьяков лицман стал министром здравоохранения многие говорят что он уже второй каденции министр потому что до этого он был замминистра и он очень хорошо разбирается в теме он проводил реформы проводил финансирование строительство больницы в аждоде в общем он на самом деле очень нужный реальный реально работающий министр который на своем месте он прекрасный организатор очень отзывчивый и преданный делу человек все люди которые имели с ним рабочий контакт отзываются о нем как никак не как о чиновнике как реальным работающим отзывчивым хорошим профессиональным человеком как организатор и вот он уходит с поста министра здравоохранения уходит и становится обычным хавер кнесет да членом кнесета почему в израиле по субботам ремонтируется железная дорога и поэтому он не может находиться в этом правительстве он не считает нужным чтобы в израиле в еврейском государстве по субботам шли запрещенные на его взгляд и взгляд ребе из гур который он представляет гурский хасид гурский ребе нельзя делать те работы которые проводят раке вид израиль израильские железные управления железных дорог непосредственно встреча с министром транспорта министром социального обеспечения хаим каца израиль кац ничего не дала премьер-министр бениамин отнял старался сделать какой-то компромисс хаим и израиль кац не шли на как ни на какой компромисс равьяков лицман тоже не был год не готов на кипка мрамиса только хотел чтобы было полное прекращение работы по субботам с чем это было связано за есть такой факт нужно конечно проверить но это прошло в нашей прессе что когда в димоне разрешили какой-то из починки какие-то исправления к ремонтной работы по шаббатам ибо как никак кроме шаббата их провести нельзя и это есть какая-то опасность для жизни которая отодвигает соблюдение субботы пока на основании которой можно было это сделать в шаббат то параллельно с этим были проведены какие-то совершенно необязательные работы в тель-авиве по замену каких-то светофоров и т.д. и поэтому он понял что с ними с руководителями этих министерств дело иметь нельзя доверять им нельзя и поэтому он сказал что некий компромисс и просто не могу идти просто потому что не понимаю как я могу вам доверять это в принципе как бы хроник вещей в конце концов они поняли биби на это не ау сказал что он не может решить эту проблему и рабья кулицам он ушел его многие помощники члены его команды говорили на личном уровне мы теряем зарплату теряем партносу заработок что может делать шаббат превыше всего что здесь произошло я на самом деле хотел бы посмотреть на две точки вот в этом еще раз мое мнение может не совпадать с мнением редакции я сейчас высказываю говорю как вот непосредственно медаль агранович мое мнение как человека религиозного соблюдающего закон туры и смотрящего на это немножко со стороны с точки зрения государства мы стоим на самом деле в очень проблемной точке кто мы государство израиль мы еврейское государство у нас есть такая ценность как шаббат что такое шаббат кто это решает что такое опасность для жизни что такое необходимость нарушить шаббат кто вы выставляет эти критерии те люди которые сами к шаббату относятся абсолютно дифферентно которые сами нарушают шаббат без повода или равьяков лицманка решает должен решать человек который занимается здравоохранением и понимает что такое нарушить субботу ради спасения жизни другого человека критерии критерии кто за них ответственно это первый момент второй момент на личном уровне посмотрите это человек действительно ради шаббата кто-то назвал димаршем он сделал димарш министр сделал димарш это не димарш человек потерял министерскую зарплату человек потерял полное обслуживание как министр это автомобиль это прислуга этот 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 это это вещи очень то сказать заманчивые был какой-то член кнесто который должен был расстаться с этим министерским портфелем он просто напросто сказал что мне ужасно тяжело на физическом плане я привык тому к уровне жизни министра и должен хоть уйти с этого поста этот человек ради год ради шаббата он сказал все важнее все не может быть все эти вещи они менее важны чем шаббат просто на личном уровне взять никто его не заставлял все шло он в середине каденции никто его не толкал на этот шаг только его желание заступиться за шаббат показать что на общественном уровне на уровне народа мы должны быть мы должны быть еврейским государством понимаете еврейским государством мы должны быть они государством который которая не признает понятия святость субботы считает что любая необходимость как бы которая нам кажется нам же нужно нам же легче так нам же будет удобней поэтому я считаю что его поступок он прежде всего освещение имени творца в каком смысле он показал что ради духовных ценностей можно пожертвовать постом своим министра материальными ценностями и показать что шаббат для религиозного человека это превыше всего если нет реальной необходимости для спасения жизни не нужно его нарушать и если министры социального обеспечения и министр транспорта не понимают что критериями должны быть решение главного раввина израиля который должен вместе с профессионалами решить когда мы будем и как мы будем проводить работу и будем ли мы нанимать нееврейских рабочих или даже этого недостаточно чтобы нееврейские рабочие работали в шаббат можно ли это делать и будут только аллахические критерии на общественном уровне мы будем понимать по крайней мере на общественном уровне будем понимать что мы еврейское государство что мы не топчем субботу, и что в заслугу этого мы будем иметь эту землю, на которой мы живем, вот эта идея, ради которой этот человек пожертвовал своим материальным положением, своим статусом, своим постом. И за это я считаю, что его нужно уважать. Большое спасибо.